Все, кроме двух крайних единиц, числа треугольника Паскаля делятся на P, если номер строки – простое число. То есть, числосочетание 100-го единиц, вот это минус 1, делятся на P для простого числа P. Обладает ли таким же свойством составное число? Можно ли придумать строчку, чтобы в ней все числа, кроме двух крайних единиц, делились бы на номер строки? На самом деле нет. Объяснение очень простое. Если число N составное и N делится на простой число Q, разделим числосочетание из N в Q на N. Получим понятно, что N сократится здесь, и числитель не делится на Q, а в знаменателе Q факториал делится на Q. Значит, на число N у нас число сочетания из N по Q не делится. На этой задаче есть вариант. А давайте не будем требовать, чтобы делилось на само число N, а зададим себе вопрос. Может ли так быть, что все числа какой-нибудь строчки, например, черные, а номер строки – не 2? Это легко сообразить. Таким образом возникает естественная гипотеза, что если мы берем число сочетаний из степени простого числа, где число N от 1 до меньше 4 степеника, то обязательно вот такое число сочетаний будет делиться на P. Ну, в общем, это не так уж сложно понять. Пожалуй, самый простой способ геометрический. Смотрите, как устроен треугольник по скале? У нас фактически есть единицы по краям. И есть некое место, а именно P, где с точки зрения делимости на P, то есть если посмотрим остатки деления на P, стоят нули. И это означает, что дальше идет рост с вот этого места здесь независимо, опять идут единички. И с этого места то же самое идет рост. И, конечно, в какой-то момент они столкнутся. И вот для двойки это уже решение. Потому что если P равно 2, то они столкнутся, и эти двойки исчезнут, и получается увеличение в два раза. И опять здесь все нули, и опять пошел такой большой, уже вдвое большего размера треугольника. А вот для случая, когда P не равно 2, у них не всего 2, а тут уже. Потому что эти единицы, столкнувшись, здесь, к сожалению, дадут двойку. И, соответственно, вот так вот если смотреть геометрически, то, ну, в общем, не видно. Почему бы это, почему бы, понимаете, отсюда будет идти рост с единицей, отсюда идти рост с двойкой, отсюда с единицей. Ну, в общем. Хотя, если так приглядеться, это тоже очень похоже на, так сказать, новый треугольник Паскал. Вот здесь вот у нас единицы, да? Здесь у нас, так сказать, двойка. А вот эти вот треугольники, ну, заполнены, да? Поэтому, в принципе, если приглядеться, то получится такая геометрическая картинка. Просто будем ходить такими большими отрезками. Потом будет, так сказать, третья строчка. 1, 3, 3, 1. И вот. И когда мы дойдем до P квадрат, получится фактически, в таком большом треугольнике, Пт строчка. Ну, это все, конечно, замечательно. Но лучше бы нам, для того, чтобы... Да и вдруг какие-то будут задачи более сложные. Научиться отвечать на такой вопрос. А вообще, если берем число сочетаний из А плюс В по А, где А и В любые натуральные числа, в какой степени войдет простое число П в разложение этого числа на простые множители? Ну, вот, понимаете, здесь у нас, да, в принципе, можно было просто представить, что здесь число, из него берем число сочетаний, это А плюс В, это плюс степень НК. И если бы вы знали ответ на вот этот вот общий вопрос, то проблем бы совершенно не было. Оказывается, этот ответ есть, и он звучит удивительно просто. Когда вы берете числа А и В, то их можно записать в системе счисления по основанию В. И давайте сейчас поэкспериментируем, все увидим, а доказательство это совсем просто. Поэкспериментируем как. Вот у меня выписано число сочетаний из четырех по единице. Посмотрим, что там будет. В двоичной системе здесь смотрим. Что такое из четырех по единице? А равно единице, В равно трех. Тройка записывается как один-один в двоичной системе. И сложение выглядит вот таким образом. Один плюс один это два, то есть ноль пишем, один переносится, ноль пишем и сюда один. Обратите внимание, было два переноса через разряд. И здесь, соответственно, два входят во вторую степень. Отлично. Здесь А равно 2, В равно 2. Сложение выглядит следующим образом. Один ноль, один ноль в двоичной системе складываем. Здесь происходит один перенос. Отлично. Здесь смотрим. То же самое, как единица, и один один поменяется местами. Господа, правило очень простое. Надо посмотреть, сколько переносов происходит при сложении чисел А и Б, записанных в П-чинной системе счисления. Количество этих переносов, это и есть степень числа П. Так, теперь вопрос. Почему же все эти числа делятся на П? Это очень просто. Потому что, когда вы складываете число П в степени К минус М с числом М, то у вас получается сумма П в степени К. У нее разрядов больше, значит, хотя бы один перенос был. Значит, хотя бы в первой степени П будет. Отлично. Вот давайте сейчас эту теорему докажем. Это крайне просто сделать. Если вспомнить вообще, как записывается число сочетаний. Пишем. Число сочетаний знаков Б по А. Это А плюс Б факториал. Как записываются числа в системе отчисления по основанию Б? Ну, как-то. Очень просто. Есть А нулевое плюс А первое Б. 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 П. Как узнать, в какой степени число П входит в разложение на множители этого числа? Для этого у нас была формула. Как помните, нужно было сделать следующее. Взять число, вычесть из него сумму цифр и разделить на p-1. Я напомню для тех, кто эту формулу забыл, как она доказывается. Для того, чтобы узнать, в какой степени число p входит в разложение на умноженное число a в треал, фактически надо посмотреть, сколько там чисел, делящихся на p. Но, когда их посчитаем, есть еще те, которые дали по 2 раза p, которые делятся на p квадрат. Даже когда мы их посчитаем, еще останутся те, которые делятся на p. То есть фактически надо присчитать вот такую вот сумму плюс a делить на p в степени l. Дальше уже можно не писать, потому что дальше уже будут все эти целые части нулями. Так вот, легко понять, что это то же самое, что число a минус сумма цифр по ячной записи числа a разделить на p-1. Ну, отлично. Давайте теперь напишем то же самое для числа a плюс b и для числа b. И мы получим такое выражение. а плюс b минус сумма цифр числа a плюс b разделить на p-1. Из этого надо вычесть a минус сумму цифр числа a разделить на p-1 и вычесть b минус сумму цифр числа b разделить на p-1. Заметьте, что сами числа a и b исчезают, а у нас остается сумма цифр a плюс сумма цифр b минус сумма цифр a плюс b разделить на p-1. Итак, это делится на p в степени сумма цифр a плюс сумма цифр b минус сумма цифр a плюс b на p-1. А это и есть количество переносов. Почему? Когда вы сложили и перенесли, то p стало записываться как единица. В этом же смысле сдвигалась следующая программа. Значит, мы потеряли p минус 1. Сколько раз потеряли, столько и было переносов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова